Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы продолжаем изучать книгу «Деяний святых апостолов». У нас сегодня 19 глава. Читаем. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. Упоминается Аполлос, который в предыдущей главе мы о нем читали. Он был наставлен в учение Иоанна Крестителя. И уже только повстречавшись с Акилой и Прескилой, он узнает более подробно и более точно учение, о Христе учение. И тогда, соответственно, он уже становится проповедником христианства. И вот когда Аполлос уже в Коринфе, то Павел, сказано, пройдя верхние страны. Верхние страны – это буквально высокогорье, то есть те, которые выше находились по уровню, нежели Эфес. И Павел приходит туда, и вот читаем мы, значит, прибыл в Эфес, и найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. И вот тут вот интересно, что, значит, до этого времени Аполлос находился в Эфесе, и как раз Аполлос был наставлен в учении Иоанна Крестителя. Вероятно, он общался вот именно с этими учениками, которые тоже не слышали ничего еще о Христовом благовестии, которые были крещены в Иоанново крещение, и, может быть, как-то вот они были взаимосвязаны друг с другом. Во всяком случае, вот эти слова о чем свидетельствуют? О том, что учение святого Иоанна Крестителя, оно было в то время очень и очень распространено. И сам Иоанн Креститель, он пользовался очень высоким авторитетом. Ну, конечно, слова вот немножко вызывают недоумение. Когда апостол Павел спрашивает, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они отвечают, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Почему недоумение? Дело в том, что святой Иоанн Креститель, когда говорил о Христе, то он прямо говорил, что он есть крестящий Духом Святым. И у ветхозаветных пророков мы тоже можем прочитать про Святого Духа. То есть, Дух Божий действовал и в Ветхом Завете, подавая некоторые откровения пророкам, но из уст вот этих находящихся в Эфесе учеников и последователей Иоанново учения, эта фраза, она звучит в каком смысле? Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой в том смысле, что Дух Святой уже начал действовать, да, начал действовать явно, как он действует среди первых христиан, среди Церкви Христовой, в знамениях, чудесах, в говорении на различных иностранных языках, в чудесах исцеления и так далее. То есть, у христиан Дух Святой действовал посредством совершенно очевидных явных знамений, а вот в Эфесе у этой небольшой группы учеников у них этого не было, и в этом смысле они об этом даже и не слышали. И вот он их спрашивает, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. И вот дальше как раз мы видим, как апостол Павел объясняет смысл и суть служения святого Иоанна Претечи. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». И вот, собственно, такой практический ответ. То есть, получается, что они еще не слышали даже о том, что Дух Святой действует, но как только апостол Павел крестит их, и как только возлагает на них руки, вот это вот епископское возложение рук с передачи Духа Святого, как действительно благодать Божия нисходит на них и начинает явно проявлять себя, в частности, в говорении на иных языках. Вот как сами апостолы после сошествия Святого Духа стали проповедовать на разных языках, их понимали, там, пришедшие из Александрии, из Киринеи, и на греческом понимали, и даже на арабском. Вот, ну, эти народности упоминаются среди тех, кто посетил Иерусалим в день Пятидесятницы. Вот так и эти крещеные тоже начали говорить на иных языках и пророчествовать, да, то есть у них Духом Святым отверзаются очи к разумению каких-то духовных истин, некая прозорливость в них проясняется, и вот так они познали опытно, практически, на практическом своем, вот, жизненном опыте, познали явление Духа Святого. Всех их было человек около двенадцати. Вот когда мы читаем, то, ну, может показаться очень мало, что вот всего лишь там двенадцать обратилось, как мало, так ведь и апостолов тоже было мало, их тоже было всего лишь двенадцать, однако проповедь апостолов, как распространилась по всему миру, и вот так же вот эти эфесские христиане, которых утвердил окончательно апостол Павел, они тоже стали проповедниками, которые дальше шли, и благовествовали, обращали новых в чат церкви. Собственно, Павел в эфессе находился достаточно долго, читаем, «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Ну, можно представить, что, в общем-то, три целых три месяца вот так вот проповедовать, и нет никаких возмущений, это что-то удивительное, потому что обычно достаточно быстро, там в течение какой-то недели-двух уже начинались возмущения, а тут целых три месяца он проповедует, благовестует, и все это, представьте себе, в иудейской синагоге, а дальше что? «Но как некоторые ожесточились и не верили злословия, путь Господень перед народом», то есть все-таки это произошло, «то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана». Ну, тиран – это не в смысле какой-то там деспот, а это имя просто вот созвучное такому нашему слову. Тиран – это имя человека, который руководил училищем, или он философ, или какой-то ритор, который обучал в своем училище своему искусству, словесному, философскому искусству. И получается так, что Павел вместо синагоги впервые он переходит в такую светскую аудиторию, так скажем, в мирскую, потому что училище, оно не предназначалось для какого-то религиозного служения, это не синагога, не какой-то там языческий храм, посвященный кому-либо. Вот именно там Павел проповедует, и, вероятно, вот этот вот тиран, он стал испытывать расположенность к Павлу. К сожалению, не все мы знаем о личностях, упомянутых в книге «Деяния», то есть просто какое-то имя, а кто он был, и что с ним потом стало, вот это, к сожалению, осталось покрыто тайнам. И вот эта вот проповедь длилась достаточно долго, причем проповедовал Павел ежедневно. Это продолжалось до двух лет, «Так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины». Ну, тут надо что еще сказать, что, конечно, апостол Павел, он стоит вот у истоков такой христианской учености. Вот если мы посмотрим его послания, апостола Павла, то они очень насыщены такими высокими, иногда труднопонимаемыми рассуждениями. Они требуют такого усилия ума, то есть Павел, вот он у истоков христианской учености, христианской науки. Это впоследствии продолжалось в Александрийском огласительном училище, в других школах. И вот когда он в училище вот этого тирана, то он предлагает целую христианскую науку тем, кто идет к нему. И вот проповедь эта, она многих привлекает, так что все жители Осии, сказано, они слышали о Господе Иисусе, не только иудеи, но и эллины. И для каждого нужен был какой-то свой подход. То есть для иудеев важны ветхозаветные пророчества, для эллинов больше вот какая-то философская ученость. Но Павел был научен и в том и другом. Но кроме того, кроме вот этой учености, был еще некий дополнительный такой аргумент, аргумент такого благодатного, чудесного свидетельства. Вот мы читаем, «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». То есть, оказывается, помимо вот этой вот словесной проповеди, Павел еще проповедовал буквально чудесами. Ну, значит, непосредственно читаем, что возлагали платки и опоясание. Платки – это были такие, в основном, льняные платки, которыми, ну, могли там утирать пот салба, да, или там иногда покрывали голову от солнца. Вот. А опоясание, там, судя вот по текстам, это имелись в виду такие ремесленные фартуки, здесь как бы передник, да, которые употребляли некоторые вот мастера во время своих ремесел. И, может быть, Павел, если вот он действительно обращался к своему ремеслу, там, делали палаты, хотя непонятно, делал он в это время или нет, но в любом случае элементы одежды Павла, они обретали благодать Божию, которую стяжал сам апостол Павел. И вот в этих словах мы видим, что люди, на которых возлагалась одежда апостола Павла, они исцелялись. И даже злые духи выходили из них. То есть, благодать Божия, благодать Божия, она освещает не только душу, она оказывает не только духовное воздействие, но освещает и саму материю, вещество. И поэтому одежда, которую носил апостол Павел, она освещалась, становилась святыней в определенном смысле. И вот почему в православной церкви очень распространено такое вот почитание всевозможных святынь. Понятно, что вот мощи святых, потому что тела святых освящены, но также и предметы одежды, да, или, скажем, где-то какой-то там вот жезл, посох, который держал в руках святой, или там четки святого, или даже частицы одежды, его облачения. И все это действительно причастно благодати Божией, так как святой, он стяжал эту благодать. И на примере Павла мы видим, что даже злые духи боялись одежды апостола Павла, так как чувствовали присутствие Божие в этой одежде. То есть Господь освящает не только душу, не только что-то духовное, но и вполне вещественные предметы. И читаем даже следующее. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злыми злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». То есть вероятно апостол Павел тоже употреблял некоторые такие заклинательные формулы, когда именем Христовым изгонял бесов и задержимых людей. И вот появляется некая группа скитающих заклинателей, то есть какие-то бродяжничащие такие как бы целители, своего рода такие вот экстрасенсы, которые, видя, что молитва Павла вершит настоящие чудеса и что злые духи исходят от имени Христова, вот они начинают употреблять, пытаются как бы перетянуть к себе вот эту, как они считали, действенную формулу заклинательную. И буквально говорили «заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Ну то есть, чтобы не ошибиться, сами они не очень знали, что это за Иисус, сами они не веровали в Господа Иисуса Христа, но чтобы уж точно подействовала заклинательная формула, они говорили именем Иисуса, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Что это был за первосвященник Скева не уточняется, и можно полагать, понимаете, первосвященниками иногда называли священников, возглавляющих священническую череду. То есть, как известно, священство Ветхозаветное, оно делилось на 24 череды. Каждая череда заступала на две недели, чтобы служить в храме, и во главе вот этой череды стоял некий священник, как бы первенствующий. И вот иногда в простонародье их называли тоже первосвященниками, как бы первенствующими священниками. И, вероятно, вот это были сыны такого первенствующего священника Скевы. Да, но почему-то вот они поступали так, во-первых, что они здесь делают, да, вообще в Эфесе, не находятся в Иудее, то есть, явно что-то у них там было весьма своеобразное. Да, и вот они пытаются манипулировать именем Христовым, сами не будучи христианами. Но злой дух сказал в ответ, когда они пытались это сделать, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. То есть, вот что бывает, когда человек сам лично не приобщен к Господу Иисусу Христу, а при этом пытается манипулировать именем Христовым. И мы знаем, что некоторые, там, скажем, народные целители, какие-то вот знахари, иногда, там даже какие-то гадатели, экстрасенсы, они тоже могут поместить у себя иконы Господа Иисуса Христа, Божьей Матери, святых каких-то, они могут обвеситься крестами, призывать к себе людей, говорить, что вот у нас там благословение о церкви, но на самом деле они поступают тоже вот как эти сыны первосвященника Скевы, будучи совершенно чужды Христа, пытаются манипулировать именем Христовым, иногда даже там заклядание встраивают имя Христово, и, конечно, это все просто для того, чтобы расположить людей к себе, а там их будет поджидать темная демоническая сила, и, конечно, может быть, не будет такого вот яркого проявления, как вот только что мы прочитали, что человек одержимый, он кинулся, избил этих якобы целителей, но дело в том, что обращение к таким знахарям, таким экстрасенсам, оно без всяких сомнений приведет к очень и очень плачевным результатам, поэтому верить им не стоит, и достаточно прислушаться к Священному Писанию, которое говорит, что бес не боится того, кто манипулирует именем Христовым, сам будучи лично никак вот своей духовной жизнью не связан со Христом. И вот, значит, они были избиты, выбежали ноги и даже остались без одежды, и это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и Эллином, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Ну, вот, может, покажется такой неожиданный результат, вроде бы здесь там вот их избили, почему же величаемо было имя Христовым? Да потому, что Павел-то как раз исцелял именем Христовым, и получается так, что у Павла все чудеса удавались, а у этих иудейских целителей ничего не получилось, и отсюда напал страх на иудеев и эллинов, и имя Христа, как вот действительно Павел проповедовал о нем, оно действительно было величаемо, потому что видели духовную проявляемую силу, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А вот здесь сказано буквально о публичной исповеди. Некоторое время в Древней Церкви это существовало, когда люди, обращаясь ко Христу и приходя в церковь, они открыто исповедовали свои грехи. Вот они сказали, приходили, исповедуя, открывая дела свои. Дела свои имеются в виду греховные дела. Иногда вот была такая публичная исповедь, когда открыто каялись, исповедовали, потом со временем исповедь стала частной, личной, не на всеобщее обозрение, но в то время вот мы читаем, что иногда это было. И проповедь Павла повлекла за собой такое удивительное последствие, что оккультизм в городе Эфесе стал рушиться. Читаем, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их и оказалось их на 50 тысяч драхм. Дело в том, что в то время книги стоили достаточно дорого. Почему так? Потому что книги это было не то, что вот в наше время, что бумаги много, их там можно штамповать в типографиях сколько хочешь, а тогда каждая книга это было вот такое личное произведение, индивидуальное произведение искусства. На изготовление книги уходило много времени и сам материал, пергамент или папирус, потом, чтобы какие-то песцы писали, все это стоило очень и очень дорого. И представьте, что люди, которые обратились от оккультизма, они все это полностью сжигают, то есть, они сжигают то, что носит материальную ценность. А почему это было важно? Дело в том, что если бы они оставили вот эти книги у себя, то потом непременно возникло бы искушение. Просто вот некоторые предметы наши, они как бы сохраняют в себе память о том, что с ними связано. Вот мы посмотрели на какой-то предмет и вспомнили, что с ним было связано. И вот эти люди, увидев книгу оккультную, могли вспомнить, как они занимались этой магией, как они из этой книги читали разные заклинания, магические ритуалы, и это пробуждало бы в душе вот прежние такие ветхие греховные впечатления и могло служить соблазном. То есть, если ты решил действительно отойти от оккультизма, то вот все, что было у тебя связано с оккультизмом, должно быть уничтожено. Если книги какие-то выброшены, лучше сжечь действительно. Там, увлекался ты астрологией, гаданиями, там, при какими-то, я не знаю, там, экстрасенсорными какими-то увлечениями читал, там, какую-нибудь технику развития в себе экстрасенсорных способностей, все это надо непременно сжечь, уничтожить, если это в электронном виде хранилось, это надо тоже полностью уничтожить, чтобы не было даже малейшего повода дьяволу тебя искусить. И вот те люди, они поступили весьма благоразумно, что они сжигают эти книги, показывая полный разрыв со своей прежней греховной жизнью. Получается так, что именно сами чародеи покаялись, обратились к этому, те, кто занимались практически магией. И цена вот этих книг, она оказалась, ну, люди оценивают все в материальных таких параметрах, и, оказывается, это очень дорого стоило, значит, сожгли предсемьи, сложили цены, и оказалось их на 50 тысяч драхма, то есть, очень-очень дорого все это стоило, но по сравнению со спасением души, все это уже не имело никакого значения. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось? Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахайю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть Ирим, и послав в Македонию двоих из служивших ему Тимофей Иераста, сам остался на время Васии. Вот мы видим, упомяну, что это идет третье путешествие апостола Павла, и он думал пройти с Эфеса, это с Малой Азии, то есть, надо было пройти к Македонии, чтобы выйти уже на Балканский полуостров, потом в Ахайю, ради чего там, конечно, по-разному упоминаются эти цели, не только проповедь, но в том числе и сбор пожертвований для Иерусалимской церкви, потому что христиане города Иерусалима испытывали очень-очень тяжелое положение в те дни, и это отражено в посланиях апостола Павла. И целью дальнейшей Павел ставит посещение города Рима, потому что вот с Божьей помощью, конечно, надо было идти в столицу Римской империи, и проповедь там она могла бы принести существенные плоды. И так вот Павел делится вот этими плавными, отсылает пока своих двух помощников вперед, и тут вдруг происходит следующее. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо, да, вот, против пути Господня, путь Господень назывался именно христианство, путь Господень, это неоднократно в книге Деяния мы это встречаем, в одной из первых христианских книг, книга Дедахи, она так и начинается, что два из пути, один путь жизни, другой путь смерти, велико различие между этими двумя путями, путь жизни таков, возлюби Господу Бога твоего, и там, ближнего твоего, как самого себя, и так далее, излагаются заповеди, которые составляют собой сущность Евангелия, вот путь Господень, это христианство. И так вот произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей оси этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боге. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Осия и Вселенная». Вот Павел в своих посланиях упоминал вот этого Дмитрия Серебренника и говорил, что его следует беречь сторониться, потому что он причинил самому апостолу Павлу немало зла. и конфликт возник на финансовой почве на самом деле, потому что представьте себе, что апостол Павел он проповедует истинного Бога, свидетельствует о Христе и говорит, что вот эти языческие боги это вовсе не боги. А Серебренник-то по имени Дмитрий, он изготавливает храмы в честь Артемиды, он изготавливал также статуэтки, изображавшие эту богиню, и город Эфес было городом языческих паломничеств, то есть люди приезжали, чтобы посмотреть храм Артемида Эфесской, конечно, в свое время Герострат сжег именно этот храм, храм Артемида Эфесской, но язычники восстановили его в еще большем величии и великолепии, и с разных сторон съезжались люди посетить этот храм, и соответственно, в качестве сувенира они приобретали или модель этого храма, считался он одним из семи чудес света, или вот образ богини Артемида, и соответственно, получается так, что прибыль иссякнет для этого Дмитрия, но он не понимает, что если бы он сам обратился ко Христу, то приобрел бы намного больше, и Господь бы не оставил его без пропитания, но вот этот, значит, серебраковач Дмитрий, он всех своих ремесленников, товарищей по цеху собирает, и говорит, что вот рухнет наш бизнес из-за этого Павла, и кроме того, в самый последний момент, то есть прежде всего он прямо говорит по существу, что наше благосостояние может порушиться, и уже в конце он говорит, что ну вот и величие Артемида, оно тоже окажется неспровергнутым, выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, велика Артемида Эфеска, и весь город наполнился смятением, ну представьте себе, языческий город, да, то есть Павел там потихонечку проповедовал в училище этого тирана, люди к нему сходили, сходились, и потом начинают расставаться с язычеством, то есть храм Артемида Эфеска потихонечку пустеет, нельзя сказать, чтобы полностью опустел, тут еще приток паломников, но уже потихонечку люди от этого отходят, и тут вот, значит, как-то надо это решать, подымается мятеж, и все кричат, шумят, и в городе начинается настоящее волнение, значит, весь город наполнился смятением, схватив Македонян, Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище, зрелище имеется в виду амфитеатр, амфитеатр, где действительно происходили какие-то зрелищи, представления театральные, или цирковые представления, выступали певцы, музыканты, но и там вот на этих зрелищах, в этих амфитеатрах, впоследствии и мучили как раз христиан, и, видимо, решили их вот тоже повлечь туда, как как неких виновников, хотя искали, конечно же, Павла, да, но там они не пострадали, в общем-то, не были убиты, как мы это знаем из последующего, а ищут таким образом Павла, когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его, то есть Павел решил напрямую идти, говорить, но ученики не пускают его, потому что апостола Павла просто-напросто убили бы, вот и все, также некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Значит, вот интересно это такое описание, то есть некоторые осийские начальники, начальствующие лица, они уже стали друзьями апостола Павла, и, вероятно, некоторые из них уже стали христианами, но повлиять сейчас на эту ситуацию они не могут, потому что город, во-первых, это город языческий, соответственно, богиня Артемида, как бы, это законная богиня вот этого языческого города, которую почитают приверженцы, и так вот просто утихомерить достаточно трудно, поэтому осийские начальники пока просят Павла не показываться, вот пусть сойдет первый пыл у этой толпы бушующей на зрелище, а на самом деле эмоции накалялись очень-очень, между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались, вот это такая очень верная характеристика, когда начинается возмущение, приходят люди, кто-то что-то кричит, а люди всегда чем-то недовольны, да, и собираются, вот они кричат, там велика Артемида Эфесская, а из-за чего собрались, да никто понять не может, каждый высказывает какое-то свое недовольство, на начальстве всегда кто-то чем-то недоволен, ну и дальше что, по предложению иудеев из народа вызван был Александр, дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу, когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали велика Артемида Эфесская, вот тут надо пояснить, евангелист Лука, он не поясняет кто этот Александр, то есть он просто вот описывает что зачем следовало, мы читаем, что по предложению иудеев из народа позвали некого Александра, чтобы он обратился к людям с речью, но как только язычники узнали, что Александр иудей, то они не захотели его слушать и только скандировали велика Артемида Эфесская, а речь тут о чем идет, вероятно иудеи, которые были настроены против апостола Павла, захотели вот эту ситуацию использовать против Павла, употребить ситуацию в свою иудейскую пользу, то есть вот Павел он проповедовал о Христе, до этого в синагоге, потом в училище, и иудеи, ведь Павел как бы вышел из их среды, язычники считали, что Павел как бы неразрывен от иудеев, и вот иудеи думали, а ведь иудеи, да, ведь иудеи они тоже не почитали богиню-то, Артемиду Эфесскую, поэтому они тоже могли попасть под удар, и иудеи пытаются как бы отгородиться от Павла, для этого выдвигает вперед красноречивого вот этого человека Александра, чтобы он выступил с речью, сказав, что мы тут ни при чем иудеи, во всем виноват этот Павел, и Павел вообще учит непонятно чему, и значит Александр дает знак рукой, вот у риттеров были всевозможные там знаки, жесты, когда они обращались к публике, когда там, чтобы вызвать какой-то знак внимания, на главной мысли сосредоточить внимание слушателей, в начале речи был какой-то знак, жест, привлекающий внимание, и вот Александр, как такой опытный риттер, пытается говорить, но они узнают, что он иудей, а иудеи тоже не чтут Артемиду Эфесскую, не только христиане, и начинает кричать и около двух часов, представляете, вот сколько кричат, вот велика Артемида Эфесская, около двух часов, эмоции накаляются, ну и что дальше, тогда, вот мы читаем, в начале, видимо, руководство города, оно позволило им там кричать, пусть они пару часов покричат, а после этого блюститель же порядка, утешив народ сказал, и вот блюститель порядка, ну там буквально, если так вот посмотреть в греческом тексте, то это секретарь, городской секретарь, который отвечал за оформление официальных документов, и был представителем официальной власти, и вот он утешив народ сказал, произносит спокойную такую речь, мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета, ну Артемиды понятно, а Диапет неспосланный от Юпитера, или неспосланный от Зевса, это имеется ввиду статуя Артемиды, потому что было такое предание, что эта статуя, она была неспослана буквально с неба от Зевса, или Юпитера, как там по-разному говорили, и даже, ну есть такие, мнения, что эта статуя, это действительно изначально как бы метеорит, который упал, а потом из него уже изготовили вот эту статую, да, ну вот в этом смысле упоминаются Артемиды и Диапета, но имеется ввиду одно и то же, то есть как бы образ богини Артемиды. Итак, кто не знает, что вы язычники ее чтите. Если же в этом нет спора, да, что город Эфес служит Артемиде, то надо бы вам быть спокойными и не поступать опрометчиво, а вы привели этих мужей, имеется ввиду Гаи и Аристар, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Ну и действительно, они-то не сжигали, как Герострат в свое время сжег храм, и они ничего такого не произносили, они просто проповедовали Христа. Если же Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга, то есть есть установленный юридический порядок, вот пусть приходят в судебные вот эти места, пишут официальную жалобу, она будет рассмотрена, и тогда будет выноситься официальное решение. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными возмущением, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. То есть вот так вот, произнеся какую-то простую речь, вот этот городской секретарь смог утихомирить ситуацию, ну действительно власти, они всегда побаивались всевозможных таких возмущений, и народные волнения, они могли начаться по одному поводу, а потом начинают, допустим, идти крушить все подряд, и такое революционное брожение происходит, поэтому, естественно, власти, они всегда в этом не заинтересованы. И таким образом, в данной ситуации городская власть, она невольно помогла апостолу Павлу избежать очень такой критической ситуации, когда его могли просто убить, растерзать, и потихонечку вот эти страсти сошли на нет. На этом как раз завершается глава 19. Мы видим, насколько нелегко все-таки было в каких-то случаях проповедовать апостолу Павлу. Очень много встречалось препятствий не только со стороны иудеев, но и со стороны язычников. И однако же Господь ведет его, не оставляет, потому что каждый апостол, он ведом не только своими какими-то человеческими устремлениями, он ведом благодатью Божией. На этом мы останавливаемся, в следующий раз Божьей помощью продолжим. Всего вам доброго, храни всех Господь. Божьей.